Девушки отдыхают В свободу слова, в мать-природу, в образование Верить в такие вещи крайне приветствуется Но если вы имеете веру в Иисуса и уповаете на Него И всем сердцем полагаетесь на Него То в большинстве случаев вы не найдете много поддержки от людей Я лично продвигаю веру в Иисуса Я верю, что Иисус из Назарета может изменить жизнь Может перенаправить будущее и даровать вечность Ничто не сравнится с верой в Иисуса Поэтому никогда не стоит смущаться, извиняться Или стыдиться того, что вы продвигаете веру в Иисуса Отличного вам урока В 22 главе книги Откровения Иисус сказал Неправедный пусть еще делает неправду Нечистый пусть еще сквернется Праведный дотворит правду еще И святой доосвящается еще Удивительные слова Иисуса, правда? Он говорит, хотите быть не чистым, а скверняйтесь еще больше Но если хотите быть святыми, еще больше освящайтесь Смелая вера Полагаю, что мы живем в такое время, когда робкая вера Личная, внутренняя вера, которая выражает себя только в стенах своего дома Не выживет Несколько десятилетий назад Основное влияние на общество и культуру нашей страны Оказывало христианство и его мировоззрение Оно определяло то, как мы учим своих детей Оно оказывало большое влияние на правовую систему Влияло на наше поведение в бизнесе Определяло конву нашего общества и способы нашего взаимодействия Авторитет Писания был мотивацией для масштабных перемен В сферах свободы и возможностей нашей страны От прав женщин до гражданских прав и защиты детей Все это появилось благодаря христианскому мировоззрению Когда христианство влияло на нашу культуру и общество Вы вполне могли иметь робкую веру Вы могли сказать, что я христианин и знаю это, потому что принадлежу к такой-то церкви Христианство оказывало настолько широкое влияние на общество Что ваша вера вполне могла быть робкой, чтобы вы могли со всем справиться У вас было достаточно поддержки и помощи Многие вещи напоминали вам о главном и стерегли границы Сегодня мы живем в другом мире На христианство смотрят уже не со скепсисом, а с неприкрытой враждебностью Нам нужна более смелая вера, чтобы во всеуслышание заявить «Я за Иисуса» Если вы не можете громко об этом заявить, маловероятно, что вы сохраните эту позицию в каких-либо сферах своей жизни Я за Иисуса Я знаю, что Иисус добр, и Он вам поможет За последние две недели я изучил много отчетов и статистики о христианах Суть такова Вы считаете, что рождены свыше и спасены? Вы верите, что Иисус — это Сын Божий воплоти? Верите, что Он был рожден от Девы, умер на кресте, в мучениях? Воскрес из мертвых, вознесся на небеса и грядет на землю за Своей Церковью? Верите, что нет другого пути к Богу, кроме как через Иисуса? Он — путь, истина и жизнь И никто не приходит к Отцу, кроме как через Него Все это — неизменное положение традиционного христианства В нашей культуре их не принимают Если вы сохраняете такое мировоззрение Вам открыто говорят о том, что вы необратимо отстали от реалий 21 века Что ваш интеллект отстал в развитии Ваши нормы морали, философские измышления и взгляд на мир Странные и недоразвитые Вероятно, в стране есть регионы, где живет очень много таких ограниченных людей С такими регионами не хотят ни считаться, ни давать права принимать решения Вы можете себе представить, чтобы такое отношение касалось бы Какой-то другой составляющей нашей культуры Этнической группы или группы людей с другим акцентом, расой, цветом волос Мы бы это не потерпели Чтобы исповедовать Иисуса, в наше время нужна смелая вера Хочу вдохновить вас У вас есть сфера влияния Вы образованные, умные, сообразительные, усердные, продуктивные, талантливые, творческие Вы знаете о сложностях Христос в вас Он может уникальным образом подготовить вас к трудностям нашего времени Пусть ваше окружение, ваши друзья, соседи, члены вашей семьи, ваши коллеги знают, что вы с Иисусом Важно, чтобы они знали, что такие люди, как вы, любят Иисуса Не осуждающая, не критикующая, но смелая вера Которая каждый день говорит, я буду принимать решения, которые Почитают Иисуса из Назарета Я за Него Я вдохновляю вас быть за Него Он сделал мою жизнь лучше Иисус не ограничивает вашу жизнь Он повышает качество вашей жизни Он повышает уровень удовлетворения своей жизни Иисус позаботится о людях лучше, чем любое правительство Вы не уверены в этом? Чем больше мы отделяем себя от своей веры, тем больше мы отделяем культуру от влияния христианства И тем больше мы заходим в тупик Не критикующая, не резкая, не коварная, но смелая вера Любовь к Иисусу, которая влияет на всю нашу жизнь Я хочу вновь поговорить о жизненных условиях Я делал это уже три раза и сегодня закончу Облегчение вам во имя Отца, Сына и Святого Духа Мы выйдем отсюда вовремя То, что не успеем утром, завершим на вечернем служении Итак, жизненный опыт, который говорит сам за себя Есть поступки веры, к которым вам нужно быть готовыми Хочу начать с характеристики Бога, которую часто критикуют Мы верим в Бога, который восстанавливает Вы понимаете и спокойно принимаете то, что мы служим Богу восстановления Начну с первой главы Исаии Прекрасный язык Тогда придите и рассудим, говорит Господь Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю Если будут красны, как пурпур, как волну убелю Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас Ибо уста Господни говорят Исаия озвучивает это слово не народам мира, не языческим народам или нечестивым людям Он озвучивает эти слова народу, состоящему в завете с Богом В данном случае еврейскому народу Это очень религиозная группа людей У них есть религиозные праздники Весь их рацион продиктован их верой Сердце их страны Расположен храм, где они каждый день приносят жертвы Однако Бог говорит им Ваши жизни запятнаны грехом Церковь не состоит из идеальных людей Мы считаем себя последователями Христа не по причине морального превосходства Не потому что поступаем в жизни лучше и не совершаем ошибок тех, кто еще не встретился с Богом Мы люди, искупленные от пустого образа жизни Бог говорит своему народу Грех запятнал вашу жизнь Но если вы придете ко мне, вы будете убеленными и чистыми Пятна будут омыты Вы не только будете прощены, вы будете преображены Вы будете искуплены для совершенно новой жизни Это наша история Поэтому мы последователи Христа Мы не просто соблюдаем некие правила Мы не моралисты, не просто этичные люди Всегда готовы доказать, что наша этика лучше этики других Бог совершил что-то для нас и в нас И это настолько прекрасно, что мы делимся этим с другими Было бы эгоизмом держать это в себе Но это не означает, что мы чем-то лучше других Очень важно не прятать это в своем сердце Это сделал Бог Мы ничем не лучше остальных Мы лишь готовы сказать, что нашли решения в трудностях, которые медленно нас разрушали Это принесло надежду в нашу жизнь Есть библейский пример, который поможет нам это понять Я выбрал известного вам персонажа Нам не придется запоминать историю этого героя И мы сможем больше сфокусироваться на последствиях Речь пойдет о Самсоне Мы прочтем о нем в книге Судей Самсон один из судей Израиля Бог очень мощно действовал через него Он был человеком невероятной силы и грубейших ошибок В 13 главе книги Судей рассказана история Самсона В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной Маной был отцом Самсона Жена его была неплодна и не рождала И явился ангел Господень жене и сказал ей «А вот ты неплодно и не рождаешь» Эти слова не особо ей помогли Зачем этот ангел подтверждает очевидное, словно насмехаясь над ней? «Но я полагаюсь, что это можно прочесть иначе» Ангел пришел сказать, что Бог в курсе ее условий Что она не одинока и не чужда Богу Во времена страданий, находясь в трудном положении Изновая от боли и давления, мы порою думаем, что Бог об этом не знает «Только бы мне привлечь его внимание» Ангел пришел со словами «Я точно знаю, что происходит» И далее «Но зачнешь и родишь сына, он начнет спасать Израиля от руки Филистимлен» Сын, который будет зачат и родиться, тот самый Самсон Что я хочу этим сказать До того, как Самсон был зачат, у Бога был план на его жизнь Прежде чем легкие Самсона впервые наполнились атмосферным кислородом У Бога был план на его жизнь Прежде чем родители увидели своих лучших друзей Они ожидали исполнения Божьего плана на жизнь Самсона Это меня радует Вы знаете, что у Бога есть для вас план На вашу жизнь есть план Библия говорит, что прежде чем были заложены основания земли Бог уже вас знал У него был план для вас Вы не были не важны Вы говорите, я маленький человек и живу скромно Может быть, но вы важны для Бога Всемогущий Бог задумал вас с определенной целью для его вечного царства и поместил вас на планету Земля Мы мало знаем о родителях Самсона Однако знаем, что они родители Самсона Это довольно важная роль Бог создал вас, и вы важны для него Мир наводнен посланиями о том, что вы не важны По этой причине вам непременно нужно стать знаменитым Как-то выделиться? Стать уникальным или странным? Уверяю вас, Христос вас И Он дал вам вечную значимость Вы важны Вы драгоценны для всемогущего Бога Мне все равно, кто выстраивается в очередь, чтобы сказать вам, что вы не важны Если всемогущий Бог за вас Вы же читали эту книгу, да? Только не цитируйте стихи, которые я озвучиваю Только наполовину Если Бог за нас Кто против нас? Бог всемогущий за нас Если нужно, Он сделает день длиннее Или дарует вам плодородное поле на холме Если Бог со мною, я выиграю Вы важны для Бога Посмотрите на соседа, справа и слева И скажите ему Вы важны для Бога очень Посмотрите на соседа слева Скажите, а насчет вас? Вот я не уверен Большинство из вас знает историю Самсона Это самый сильный персонаж Библии Бог наделил его невероятной силой Самсон использовал ее, чтобы поражать врагов Израиля, Филистином Никто не мог понять, в чем источник его силы Враги не понимали, где Самсон черпает такую необузданную силу Они перепробовали все, пытаясь его одарить Самсона всячески связывали, пытаясь ограничить его силу Не думаю, что Самсон выглядел как супергерой Вряд ли он выглядел как Шварценеггер Он не был накачанным парнем с бицепсами Размером с баскетбольные мячи Думаю, Самсон выглядел скорее как, скажем так, вы и я Как обычный человек Как вы и я Будь он огромным, как лось Всем было бы ясно, в чем его сила Но он был обычным человеком Люди недоумевали Как он может быть таким сильным? Если вы читали эту книгу, то знаете, что Самсон был в завете с Богом еще до своего рождения Все началось с выбора его родителей Родители, от вашего выбора зависит духовная судьба ваших детей Враги так отчаялись, что наняли женщину, которая соблазнила Самсоном Да, он обладал невероятной силой, но в его характере были прорехи Его бросало от триумфов к ошибочным решениям В итоге он сошел со своего пути Враги наняли женщину, которая его соблазнила Самсон поддался этому соблазну Сначала он лгал о секрете своей силы После каждого ответа его предавали Да, он обладал невероятной силой, но, похоже, не самым высоким интеллектом После каждого предательства Самсон возвращался к этой даме Самсон, что с тобою? Однажды он сказал ей правду Если обрить мне голову Долила вновь соблазнила его Ему обрили голову Вы знаете эту историю Она сказала Враги идут на тебя Самсон, вставай Он пробудился от сна своего и сказал Пойду, как и прежде, и освобожусь А не знал, что Господь отступил от него Это одна из самых трагичных фраз Писания Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу Это та газа, о которой мы читаем в новостях И оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников Сложно представить большее унижение и стыд Долила обрила Самсону голову Сила ушла, его предали врагам Дальше сказано, что Самсону выкололи глаза Отвели в газу крепость Пилистимлян и заставили молоться Все времена зерна мололи камнями В отверстие, в большом камне, продевали длинный шест К нему привязывали ослика или бычка, и те ходили по кругу и мололи зерно Теперь же вместо ослика или бычка привязали Самсона Великого чемпиона, великого врага Пилистимлян заставили молоть зерно, как бычка, день за днем Когда-то он был лидером своего народа Человек такой силы и таких способностей, что никто не мог его одолеть Вновь и вновь он отражал атаки и нападения врагов Самсон был таким триумфальным персонажем Теперь он мелит зерно, слепой и осмеянный Не потому что враги его пересилили, но из-за собственного выбора Он попал туда не после ошибки, но из-за собственного характера Полагаю, что бремя на сердце Самсона было намного больше, чем внешнее бремя История Писания — это не история о людях, чьи траектории жизни неизменно шли по восходящей На самом деле Бог использует людей со всеми их недостатками и слабостями, несмотря на их неверность и непоследовательность Он делает это до сих пор Мне нравится следующее предложение Это одно из моих любимых предложений во всей Библии Между тем волосы на голове его начали расти Я подшучивал над интеллектом Самсона, но по сравнению с филистимленами он гений Вы поймали человека, сила которого была в волосах Если бы я был там, я бы брил этого пленного три раза в день У Самсона никогда не было бы ни волосинки Не знаю, насколько это было для него важно, но пришел день, когда он приложил руку к голове и коснулся своих волос Думаю, он широко улыбнулся Пришел день, когда его волосы доросли до плеч Может быть Может быть, однажды, толкая камень, он вспомнил о силе, которая у него когда-то была Затем настал день, когда Самсона выпустили Враги праздновали свою военную победу и позвали Самсона, чтобы посмеяться над ним Великого чемпиона ввели в храм Где на празднование собрались тысячи людей Самсон, которого вел маленький мальчик, спросил А можно мне прислониться к столбам, на которых покоится это место? Осторожно, сынок Надеюсь, что многие из вас еще с детства читали и помнят эту историю Самсон стал молиться Для скептиков, которые думают, что однократная молитва не дает результата Прочту молитву Самсона в 16 главе И воззвал Самсон Господу и сказал «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже!» Я не думаю, что Самсону нужна была сила После всех событий и боли, которые пришлось пережить, Самсон осознал, что на него может сойти дух Божий Он сказал, «Бог, ради всего, что я сделал, пожалуйста, укрепи меня еще раз, один только раз» И Бог ответил «Ты неудачник, нечестивый, непостоянный, никчемный отступник» «Иди, имели зерно» Нет, Бог помазал его снова Друзья, в вашей жизни будет время, когда вам это понадобится Вам нужно будет знать, что Бог — это Бог, который искупает и восстанавливает Я не вдохновляю вас на распутную жизнь И не вдохновляю расслабляться в своей вере Если вы последователь Христа, который терпимо относится к нечестию и греху Остановитесь, иначе они вас уничтожат Не стоит заигрывать с такими вещами Они вас уничтожат Вы не справитесь Больше шансов выпить серную кислоту и выжить, чем терпеть грех в своей жизни Я далеко не новичок Я многого не знаю, но я кое-что видел Бог знает, как восстанавливаться Между духовным и телесным здоровьем можно провести параллель Если вы решили сесть на страшную, разрушительную диету Вы можете начать сегодня и проснуться завтра здоровым Вы можете держаться такой диеты эту неделю и даже начало следующей Но если вы будете питаться так постоянно, она испортит вам здоровье Однажды Вы это поймете, но вернуть здоровье обратно будет уже непросто В духовном плане также Выбрав нечестие и аморальность Вы можете скрывать это или оправдывать Но все равно столкнетесь с последствиями Не делайте этого Я не осуждаю и не критикую Праведность приведет вас к лучшему результату Но вот хорошая новость Если машина вашей жизни съехала в кювет Бог может вас восстановить Что сказано у Исаии? Тогда придите и рассудим Даже если ваша жизнь запятнана грехом Бог вас восстановит Обязательно Это важное послание для церкви В наше время в церкви много серьезных посланий Мы хотим являть любовь миру, которая не знает Бога И это важно Нам нужно говорить грешникам и нечестивым Благодать и милость Божия дает вам возможность быть чистыми Мы не хотим осуждать, критиковать и быть самодовольными Я согласен со всем этим Но необходимость призывать людей к праведности Божией никуда не исчезла Нужно говорить о привилегии и возможности жить святой жизнью Путь вашей веры не может быть основан на ваших предпочтениях Библия говорит, что Иисус боролся с грехом Если вы думаете, что Он боролся только с нашими грехами Которые понес на себе Вы лишаете Его миссии Он был человеком на сто процентов Он боролся с грехом в самом себе Если Иисус боролся с грехом То высока вероятность, что и мы с вами будем бороться с грехом Отвергая Бога, мы отвергаем понятие о борьбе Нам кажется, что все должно быть легко и просто А кто это сказал? Люди говорят, что получают удовольствие от бега Но мне кажется, что они сначала получают удовольствие, а потом уже бегут Я вот нет Во время бега я получаю только пот А дышку и волдыри Мне нравится смотреть, как вы бегаете Но не говорите, что это весело Это тяжелый труд Зачем отмерять расстояние? Засекать время? Лучше уж я прокачиваюсь на машине Если вы вдруг увидите, что я бегу Подберите меня Если я бегу быстро Это не ради здоровья За мной кто-то гонится Звоните спасателям Борьба есть всегда Люди склонны это отрицать и смотреть на все через призму своего нечестия Да, возможно, у вас борьба, а у меня нет Это не так Борьба задействует все лучшее, что у вас есть Смелость, силу, честность вашего характера Смелая вера – это вера на каждый день Скажите сегодня Я буду чтить Господа Я буду честным своей семье Я буду искренним в своем бизнесе Буду общаться с друзьями так, чтобы почитать Бога Я буду следить за тем, на что трачу время И что смотрю в компьютере Я буду почитать Бога Прежде чем закончить, напомню Если вы столкнулись с трудностями в своей жизни, в дорогих вам отношениях с людьми или в своем бизнесе, не думайте, что вы отошли от Бога или Он вас оставил Верные последователи Христа в любом случае проходят какие-то трудности Это не отсутствие веры Ваша вера необходима именно для такого времени Моя привилегия – быть рядом с вами Я верю, что Бог ведет вас и направляет Говорит вашу жизнь, укрепляет вашу веру и ободряет вас Так что доверьтесь Ему Хочу помолиться вместе с вами Отец, благодарю тебя за каждого, кто слушал сегодня твое слово Я молюсь, чтобы твои цели и планы о нас были для нас более реальными, чем любое давление и тьма, которая нам противостоит Я молюсь во имя Иисуса, чтобы тяжесть была разрушена, чтобы пришла радость в Господе, чтобы в наши тела пришло здоровье, а в разум – мир Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру Это будет возможно только с вашей помощью, поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном Мы можем научиться без скептицизма смотреть на Божие пророчества и быть готовыми к будущему Серия из трёх дисков пастора Аллена «Пророческое знание» рассказывает о том, как можно принять мудрость, знание, понимание и защиту, когда мы слушаем Бога и повинуемся Ему Пророческое знание — это подарок за ваше пожертвование Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона Вместе мы несём перемены Мы можем научиться без скептицизма смотреть на Божие пророчества и быть готовыми к будущему Серия из трёх дисков пастора Аллена «Пророческое знание» рассказывает о том, как можно принять мудрость, знание, понимание и защиту, когда мы слушаем Бога и повинуемся Ему Пророческое знание — это подарок за ваше пожертвование Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона Вместе мы несём перемены Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт